МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Летом 1948 года на шоссе перед самым выездом из Парижа в поместье Фонтенбло произошла авария. На обочине дороги рядом с остовом машины полиция обнаружила некого месье Гурджиева, известного мага и учителя мистических танцев. Он был без сознания. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что было причиной катастрофы? Лихачество самого Гурджиева? Неполадки с тормозами? Ливень, пронесшийся над Фонтенбло? Ни первое, ни второе, ни третье. Все указывало на то, что это была не просто авария, а действие неких сознательных сил. Кому мог помешать человек, говоривший о себе как об учителе танцев и изучавший паранормальные способности человека? Однако судьба этого человека имела столько крутых поворотов, что нашлось бы немало желающих свести с ним счеты. Он был не политик, а ученик вертящихся дервишей и гуру. Гурджиева сравнивали то с графом Калиостро, то с Григорием Распутиным и с самой Блавацкой. Да я, Господь, с вами! Это был человек другого плана сознания. Единственное, кого бы я, с кем бы я поставил рядом Гурджиева, во-первых, по дикой энергии и по тому, что я бы условно назвал духовной интуицией, это, конечно, Кришнамуртий и, пожалуй, никого другого. Ему приписывали тайную власть над вождями политических диктатур и даже говорили, что он помог Гитлеру избрать свастику в качестве символа нацистской партии. За ним тянулся шлейф самых неожиданных легенд, где возникали Сталин и Берия. Мы говорим Гурджиев, подразумеваем Сталин, мы говорим Сталин, подразумеваем Гурджиев. Гурджиев именно потому оказал влияние на политиков, что он сам был вне политики, и каждый из них тоже хотел быть вне политики. Сталин, как вы знаете, начинал как поэт, а Гитлер как художник. И, собственно, от Гурджиева они заимствовали метод, который им казался неотразимым, безупречным. Метод переделки человека. Его будто бы видели в крупнейших европейских столицах в окружении фигур из политического истеблишмента. Русские, которые терпеть его не могли и говорили, во время войны якшался черт знает с кем. Кстати, это очень верная оценка. Он всю жизнь якшался черт знает с кем угодно. Почему? Он искал учеников. Он стремился в любых нациях, в любых религиях, в любых группах людей, в любых слоях находить нужных людей. А дальше кто он был, коммунист или фашист, еврей или немец, армянин или турок? Ему было совершенно безразлично. Те, кому можно было бы подозревать в причастности к запланированной аварии, обладали немалым могуществом и возможностями рассчитаться с Гурджиевым в любой точке земного шара. Гурджиев Георгий Иванович был личностью неординарной. И когда произошла загадочная авария на шоссе во Франции, в далекой Москве двоюродный брат Гурджиева, скульптор Сергей Дмитриевич Меркуров, занимался делом не совсем обычным. Он лепил посмертную маску. Это был странный обычай, которому Меркуров следовал, начиная со смерти Ленина, всякий раз, когда умирал кто-либо из известных людей советской страны. Но необычным было то, что в этот день Меркуров почувствовал таинственный импульс, исходивший отнюдь не от трупа. Его одолели воспоминания прошлого, и в памяти возникло лицо двоюродного брата, которого он боготворил. Двоюродный брат и был Георгием Гурджиевым, потерпевшим аварию и в тот момент бывшим при смерти. Георгий Иванович Гурджиев, будущий гуру, родился в 1872 году на дальней окраине Российской империи, в городе Карс, у самой границы с Турцией. Его отец был состоятельным человеком и знал множество местных легенд, собиранию которых он посвятил значительную часть своей жизни. Гурджиев вспоминал, «Мой отец происходил из греческой семьи, предки которой эмигрировали из Византии, покинув свою страну, чтобы спастись от преследования турками после завоевания Константинополя». Но странное дело, он нигде не упоминал, что его корни тянулись к бывшим императорам Византии, палеологам, к роду которых принадлежал и Георгий Иванович. Возможно, это наследственная тяга к власти и определила его поиски, которые он называл поисками истины. В армянском городе Александрополе, где прошло отрочество, Гурджиев стал свидетелем невероятных случаев. Однажды, услышав крик, он побежал туда, где ему казалось, произошел несчастный случай. Однако вместо этого он увидел ревущего и изгибающегося в судороге мальчика. Ему объяснили, что это сын огнепоклонников, и он не может выйти из начертанного вокруг него магического круга. В другой раз произошло и нечто совсем из ряда вон выходящее. Вот как о том вспоминал Георгий Иванович. Ночью в азербайджанском квартале появился горнак. Это было имя злого духа. Горнак – это могила. Турецкое слово это, «гер» называется. И вот есть такое понятие, что может из этого могилы этот, ну как сказать, этот дух такой-то, мертвого появляться назад и иметь плохие отношения с теми людьми, с кем они общались и имели плохие отношения. Оживший азербайджанец попытался притащиться домой, но кто-то случайно увидел его, поднял крик, ударил в набат, и чтобы помешать духу совершить какое-нибудь зло, быстро перерезал тело горла и отнес его назад на кладбище. Все эти и другие не менее странные происшествия навели юношу на мысль, что где-то существуют хранители древнего запретного знания, дающего невероятную власть над человеком и над человечеством. Вскоре вместе с другом, роясь на руинах древней столицы Армении, они, Гурджиев обнаружил старинный манускрипт, в котором говорилось о загадочном братстве Сармунг, расположенном далеко на востоке. Именно там, будто бы и сокрыта древняя наука, которую ревностно оберегают всемогущие адепты. Слово Сармунг происходит от древнеиранского Симург. Это царь-птица, почитаемая в древнем Иране как высшее существо. Это символ места священной мудрости, и о нем можно сказать, что это была реальность символическая. Персидское слово Симург превратилось в их произношение Сармунг. Симург означает 30 птиц. Когда 30 птиц долетают до горы Каф, оказывается, что все вместе они и есть Симург. И каждая из них есть Симург. Таким образом, открывается то единение, к которому, сущности говоря, Гурджиев и стремится. И туда он отправился со своими друзьями, где получил тайное знание в убежище Дервишей в одном из укрытых в горах монастырей. Гурджиев говорил, что освоил практику гибноза, телепатии и ясновидения и имеет связи с могущественными силами этого мира. В своих рассказах он делал интригующие намеки, а иногда действительно демонстрировал необычные познания на практике. Есть вот такая интересная версия вот о влиянии Гурджиева психологическое или паранормальное пояс с деньгами или какими-то, не знаю, дорогоценными семьями вошел в тоннел, но потом не вышел. И все это связано с Гурджиевым, что он сделал какой-то мираж. Вернувшись в 1912 году в Россию, Гурджиев поселился в Москве. Тому было множество причин. Но главное, здесь проживал и работал его двоюродный брат Сергей Меркуров. Скульптор и человек, делавший посмертные маски. Он получил настоящее европейское академическое образование как скульптор. Он поступил в Мюхенскую академию художеств и закончил ее. Потом уже Париж, встречи с Роденом, Англия, Лондон, Британский музей и так далее. В седьмом году, когда он возвращается на Родину, в том же году скончался католикос всех армян Макартич Хремян. И его, как получившего такое образование, известного, хотя и молодого скульптора, пригласили в Вечме-1, там, где находился католикос. И первая посмертная маска была снята как раз с лица католикоса Макартич Хремяна. И оттуда начались эти мистические моменты, связанные с снятием посмертных масок. Сергей Меркуров еще со времен учебы в Париже был близок к узкому кругу русских масонов, один из которых проживал недалеко от того места, где располагалась мастерская скульптора. Речь идет о князе Бебутове. Один из обычных московских домов, построенных еще в 1908 году. На Рождественском бульваре таких много. за фасадом этого доходного дома, куда в 1912 году стал приходить Гурджиев, скрывалось немало тайн. Домом владел князь Бебутов, учредивший масонскую ложу острее. Здесь собирались вольные каменщики, те, кого в своих мемуарах Гурджиев назовет искателями истины. Империя со времен декабристов опасалась масонов и любых тайных обществ. Их считали заговорщиками, угрожавшими трону и власти. Политически активный князь Бебутов выделил 10 тысяч рублей на создание кадетской партии, а также был близок к социал-демократам Плеханову и Ленину. И часто встречался с теми, кого еще со времен декабристов считали врагами империи. Бебутов увлекался магией и спиритическими сеансами. Политика и мистика были для него двумя ветвями одного и того же древа. Возможно поэтому возвратившийся из Азии странник Гурджиев пришелся ему по нраву. Вместе с Бебутовым он отправился в еще одно путешествие на восток. На этот раз в Стамбул. Туда они поехали по приглашению турецких масонов, свергнувших власть султана. В тот год масоны Европы съезжались в Константинополь, чтобы увидеть своими глазами опыт тайного общества, свергнувшего одну из старейших монархий, монархию Османской империи. Среди тех европейцев, кто стал гостем турецких революционеров, был немец Рудольф фон Зиботендорф. Четыре года этот поклонник дервишей изучал практику революционного передела общества. Изучал одновременно с Гурджиевым. Они вращались в одних и тех же тайных обществах Стамбула, у них был общий круг знакомых. Через десять лет, в 1918 году, Рудольф фон Зиботендорф создал общество Туле, которое стояло за рождением нацистской партии в Германии. Возможно, отсюда и берет начало легенда о том, что Георгий Иванович подсказал нацистам важный символ будущей деспотии. Происхождение нацистской свастики имеет куда большее отношение к тайной доктрине Елены Плаватской, это она водрузила на эмблему созданного едиасовского общества свастику, которая затем перекочевала на штандарты нацистов. Свастика была одним из самых древних символов в культурах и религиях народов мира. Она появляется на берегах пришедших из Азии арийских племен, от которых возникли почти все европейские народы. Название свастики происходит от санскритского слова «суасти» «быть добру». В меморандуме общества Тули в мае 1919 года было предложено использовать левостороннюю свастику. Оно символизирует удачу и здоровье. Гитлер предпочел ориентированную вправо свастику. В энеограмме скрыта уйма, бесконечность возможностей. Такого символа до Гурджиева не было. Это абсолютно новая фигура, новый символ, который был открыт, привнесен из неизвестного источника Гурджиевым. Это инструмент, который настраивается в процессе самой работы. И если человек хочет его использовать и объяснить, как это просто используется, вот это так, это линейка, приложил, измерил, нет, ничего не получится. Вот нужно войти в то особое творческое состояние, которое, ну, в принципе, творческие люди скрывают от публики. Возвращение в Россию было связано для Гурджиева с созданием собственного круга посвященных. Он уже не желал быть членом какой-либо ложи. Ему хотелось встать во главе нового учения, родословную которого он вел из Афганистана. Георгий Иванович приехал в Москву с двумя целями. Первая найти учеников, которым он передаст знания, а вторая постановка балета «Битва магов». 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok По стилю и по школе. Это люди, которые жили всегда отдельно от исторического процесса. Поэтому они сохраняли методы, которые имеют очень дальние корни. По-моему, 5 или 6 тысяч лет давности. Есть мирные люди, есть танцующие люди, есть еще и люди, которые совершают подвиги. Подвиг – это то, что может себе позволить человек, который вне себя. Он взял кое-что из буддизма, кое-что из гностического христианства, гораздо больше из суфизма. Больше всего он взял из личной философии Георгия Ивановича Гурджиева. Гурджиев – это не 90% он сам. И то, что сделал Георгий Иванович, он из мистицизма, который включает в себя такие понятия, как божественная, любовь, гармония, психология, физическое тело. Он убрал, отбросил некоторые компоненты, сконцентрировав свое внимание на таком аспекте, как психология. Как быть с собой, как быть с окружающими. Это было востребовано. И тогда он стал работать в этом направлении. Это гармоническое такое философское мечтение о понимании жизни. Зачем мне здесь? Кто мы? Вот это космическое понимание мира. Дал некие инструменты, при помощи которых человек мог заниматься своей собственной психологией. Простые вещи – не выражать отрицательные эмоции вслух, дабы не укоренять их. Наблюдать за своим собственным внутренним состоянием. Самовоспоминание, как он это называл. И эти инструменты, они оказались очень эффективны. Впечатления от общения с Гурджиевым были настолько сильными, что многие ученики уже после первых занятий считали, будто находятся в непрерывном телепатическом общении с учителем. И это гипноз невероятной силы, невероятной власти. Но был и еще один человек, которого в день катастрофы под Фонтенбло встревожили воспоминания о бурной молодости. На его столе в кремлевском кабинете лежало только что вышедшее переиздание книги «Берия» к вопросу об истории большевистских организаций в Закавказье. В одной из глав Лаврентий Павлович писал «25 марта 1908 года в Баку был арестован товарищ Сталин, скрывавшийся от агентов охранки, имея при себе паспорт на имя князя Гайоза Нижерадзе». Рядом с этой книгой лежала и книга Георгия Гурджиева «Встречи с замечательными людьми», где разговор тоже шел о князе Нижерадзе. И Гурджиев, и Сталин начинали свой жизненный путь в Тифлисской семинарии. И оба несостоявшихся священника увлеклись тогда одной неожиданной музой – революцией. Был связь, говорят, Гурджиева со Сталиным в Тбилиси. Они вместе учились в духовной семинарии. Даже жили в одном доме, дома, так говорят, дяди Гурджиева. И потом, что Сталин уже не учился, вышел из семинарии, даже не платил. Что было связь – это факт. Одна любопытная линия в жизни Сталина. Говорят, что его исключили из семинарии из-за участия в марксистском кружке. Очень сомнительно, чтобы это действительно было так. Потому что кто тогда не был членом марксистского кружка? Был легальный марксизм. Книги по марксизму издавались совершенно свободно. Это не был повод для того, чтобы исключить молодого, такого способного семинариста из семинарии. Его исключили за участие в какой-то эзотерической секте, где было что-то вроде идеи езидов. И главное, была та идея, которая характерна для Гурджиева. И надо сказать, что тогда, по-видимому, он делает свой главный вывод под влиянием Гурджиева. А этот вывод, как я полагаю, заключается в том, что в мире все детерминировано. И зло преодолевается злом. В 1918 году произошла история, когда пути Гурджиева и Сталина вновь пересеклись. С 25 апреля по 31 июля 1918 года в Азербайджане была установлена советская власть в виде так называемой Бакинской коммуны. Когда была свернута советская власть, 31 июля, и к власти пришли, значит, там очень сложный, кстати, вопрос, кто пришел к власти. И английские интервенты, и турецкие интервенты. И даже на территории Азербайджана произошли военные конфликты между турками и англичанами из-за сфер своих влияний. Значит, коммунисты, большевики ушли в подполье. В подполье ушло и все правительство. А 26 бакинских комиссаров были расстреляны. Гурджиев, одетый в дервижское одеяние, сопровождал Сталина при переходе через армянские села из Азербайджана в Грузию. Шла разработка какой-то операции, требовавшей личного участия Сталина и Гурджиева. Существует версия, что предлогом для того визита Сталина и Гурджиева были планы интервентов передать контроль над Закавказьем генералу Деникину. Дервиш и будущий вождь стремились помешать этому осуществиться. Среди тех, кто обеспечивал успех этой миссии, был и сотрудник контрразведки азербайджанских мусаватистов Лаврентий Берия. Берия действительно служил в мусаватистской разведке, но, как объясняет Берия, и на допросах у генерального прокурора у нас есть протокол допроса, где Руденко его лично допрашивает. И позже он рассказывает, что я туда был послан вот этим находящимся в подполье ЦК Компартии Азербайджана. Позднее все свидетели работы Берии в контрразведке мусаватистов были убиты одновременно. Впоследствии, в 1953 году, после падения Берии, его служба у мусаватистов станет одним из пунктов обвинения, приведшего его к расстрелу. Если Гурджиев был свидетелем этой службы, то это был нежелательный свидетель. Контрразведка и МВД Азербайджана были в курсе миссий Гурджиева Сталина, а значит, в курсе был и Берия. У Сталина во время этих переговоров имелась еще одна более радикальная цель. Он хотел понять, насколько вероятно расколоть азербайджанскую партию мусават и подготовить ввод частей Красной Армии на Кавказ. Сталин продавал большое значение Кавказу в те годы, особенно Баку. Действительно, рабочий класс, нефть, промышленность и так далее. И дело дошло до того, что, когда встал вопрос об оказании помощи в свержении власти мусаватистов, английских интервентов, турецких, немецких, там и очень дошнаков, туда была направлена 11-я армия Кавказского фронта. Была восстановлена там советская власть. Когда началась мировая война, а затем Октябрьская революция, Гурджиев в спешном порядке перевозит своих учеников на Кавказ. Там гуру в 1919 году создает общество «Единое трудовое содружество», эмиссары которого будут потом представлены в Кремле. Тем не менее, Гурджиев не пожелал долго оставаться на Кавказе в столь неспокойное время и скоро вместе с учениками эвакуировался в Константинополь, а оттуда уехал во Францию. В 1922 году под Парижем в поместье Приоре, где Гурджиев создает Институт гармонического развития человека, в круг его последователей влились не только русские эмигранты, но и многочисленные англичане, искавшие в оккультном учении собственный духовный путь в мире, расшатанном войной и социальными потрясениями. В конце концов, революция приводит ибо во Францию, в Шатое-де-Приоре Фонтенбло, и тот институт гармонического развития человека, он явно воспроизводит в нем черты братства Сармунг и вводит там то послушание, которое, как ему представляется, восходит к православным старцам. В этом самом Шатое-де-Приоре Фонтенбло люди занимаются физическим трудом, тяжелым, непривычным. Их поднимают по ночам, они пролагают дороги. Он заставляет людей следить друг за другом и друг на друга доносить. В сущности он создает тот очаг и ту модель тоталитарного государства, которому суждено было такое будущее в 20 веке. Основная доктрина Сталина возникла или под влиянием, или во взаимодействии с этим учением Гуджиева многофисным «Я» и о том, что человек – машина. Любопытно, что, находясь во Франции, вплоть до 1935 года Гуджиев продолжал поддерживать переписку со своим братом Меркуровым, ставшим известным советским скульптором и пользовавшимся покровительством Сталина. Скульптор Сергей Меркуров, придворный воятель Сталина, 21 января создал посмертную маску Ленина, что определило его дальнейшую судьбу. Скажем, посмертную маску Ленина снимали Меркуров и Шадр. Но политбережья, поставив рядом и сопоставив эти маски, решили, что посмертная маска Меркурова близка к оригиналу. Кстати, там тоже история была с снятием посмертной маски Ленина. Его голова Ленина была чуть-чуть повернута в сторону. Меркуров хотел привести в горизонтальное положение, вдруг почувствовал под пальцами пульсацию у висок. Сразу заволновался, позвали Крупскую, врачей и так далее. Но уже когда посмотрели, поняли, что настолько он был взволнован, что его пульсация, его пальцы он перенес на Ленина. За всю жизнь он сделал более 300 масок. Все его монументы были не совсем обычными, с неким подтекстом. Только посвященные могли почувствовать, осознать дополнительный скрытый смысл его работ. История связана с Творцом Советов. Когда снесли храм Спасителя, там вырыли все это, котлован, уже был эскиз. Меркуров там, Творец должен был поставить Ленина. Это 150-метровый Ленин должен был быть. Его голова оказалась бы в облаках. И это точный факт. В голове тоже был путь в кабинет Сталина. Скифа Меркуров сделал его голым. Может, он здесь еще и измывался, можно так сказать. Голова Ленина сделать со всеми частями его тела. В общем, товарищи из политбюро вовремя спохватились и велели ему надеть все-таки одежду, которую на нем было. Некоторые из последователей Гурджиева, из единого трудового содружества, вскоре основывают новое тайное общество. Единое трудовое братство. Его членами становятся высокопоставленные сотрудники АГПУ НКВД, в частности, глава спецотдела этой организации всемогущий и всезнающий чекист Глеб Бокий, члены ЦК и сотрудники наркомата иностранных дел. Возможно, это они хотели вернуть гуру в СССР. Когда Георгий Иванович совершал турне со своими лекциями по Америке, ему предлагалось приехать в Советский Союз и приступить к работам по изучению долголетия во Всесоюзном институте экспериментальной медицины. Гурджиев в последний момент все же передумал. Поездка так и не состоялась, а переписка с двоюродным братом неожиданно прервалась. В документах Центрального архива ФСБ, касающихся деятельности тайного общества «Единое трудовое братство», фамилия Гурджиева всплывает в 1938 году, во время допросов главы этой организации, профессора Института экспериментальной медицины, парапсихолога Александра Барченко. «Руководитель Содружества Гурджиев раньше, как и я, занимался исследованиями в области древней науки. Я связался впоследствии в Москве с Меркуровым. Последний представил мне хранившийся у него материал Гурджиева, а позже, в 1934 году, и дневник Петрова, ученика Гурджиева». Барченко, получив ценные сведения, готовил секретную экспедицию ОГПУ в мистическую страну Шамбалу, где намеревался найти древнейшие знания о телепатии и парапсихологии. Но экспедиция так и не состоялась. Все члены «Единого трудового братства» были расстреляны. Угроза на нас идет из космоса. Главным орудием этого апокалипсиса является Луна. Естественный спутник Земли уже четвертый, а прежние три Луны были причинами страшнейших испытаний для нашей планеты. Они разрывались и падали на нее целым каскадом каменных глыб. «Каждый такой катаклизм уничтожал предшествующие цивилизации», писал немецкий инженер и мистик Ганс Гербегер. Адольф Гитлер был поклонником этой доктрины. Гурджиев в своих представлениях пошел намного дальше. «Луна – большой враг человека. Все мы служим Луне. Мы подобны овцам Луны. Она чистит нас, кормит и стрижет, сохраняет для своих целей. А когда проголодается, она убивает нас в огромном количестве. Человек всецело находится под влиянием Луны. Все его действия совершаются под контролем Луны. Все его дурные дела, преступления и все героические подвиги – все это обусловлено Луной». Ходят упорные слухи о том, что Гитлер был тоже знаком с этой доктриной Гурджиева. По существу, это представление о человеке-машине лежит в основе любого тоталитарного режима. Гурджиев – это интуиция тоталитаризма. Это своеобразный гений тоталитаризма, хотя Гурджиев особенно политикой не интересуется. Вторая мировая война и вторжение нацистов застают Гурджиева во Франции. Среди причин покушения на Гурджиева могла иметь место и самое неожиданное. Гурджиев неизменно отказывался назвать имена тех, кто вместе с ним основал общество искателей истины. Однако один из его спутников известен. Речь идет о Карле Хаусхофере. Именно ему было суждено стать основателем геополитики и одним из самых крупных идеологов Третьего Рейха. В печати проскальзывали сообщения о его совместном с Гурджиевым пребывании в Тибете в 1903-1908 годах. Сказывают, что экспедиции в Тибет организовывались немецкими учеными, в частности Хаусхофером, знакомыми с опытами Гурджиева в Тибете. Они пытались найти в Тибете истинно арийскую расу и в лицах тибетцев усмотреть черты нордического человека, что, разумеется, не могло удастся до конца, хотя некоторые эксперименты от этого не перестают быть интересными. Ученик или уполномоченный Гурджиева, генерал Карл Хаусхофер, был одним из активных участников группы Тулли, тайного или скорее магического общества, бывшего внутренним кругом германского национал-социалистического движения. Карл Хаусхофер был человеком, регулярно навещавшим Гитлера и Гесса в тюрьме Ландсберг. Идеи Хаусхофера в значительной степени сформировали геополитическую доктрину Третьего Райха. Известно, что во время своего краткого пребывания в Германии у Гурджиева были ученики. И среди них будущие эсэсовцы. А ведь Гурджиев вообще между людьми различия не делал. Вообще никакого, ни национального, ни политического. Находясь в оккупированном немцами Париже, Гурджиев обращает на себя внимание главы немецкой оккупационной администрации Карла Генриха фон Штюльпнагеля. Штюльпнагель был его учеником в 20-е годы. Германия в 20-е годы была меккой мистицизма. И, безусловно, Гурджиев там обрел учеников. Вот и одним, один из его учеников оказался через десяток лет, через 20 лет оказался эсэсовцем в очень высоком чине. 20 июля 1944 года Карл Генрих фон Штюльпнагель, считавший себя учеником Гурджиева, принял участие в заговоре Штауфенберга и совершил однодневный бескровный переворот в оккупированном Париже. Это было в период оккупации, когда начальник парижского отделения СС, а вы знаете, это была секретная оккультная организация, находился в здании СС на совещании. И перед зданием СС, естественно, охрана была удесятерена, стояли люди с овчарками, естественно, были всевозможные снайперы, и все нацелились на этого человека, маленького, полного, лысоватого. Это был, конечно, Георгий Иванович Гурджиев. Он его подстерег, Гурджиев. И когда Штюльпнагель выходил в сопровождении двух эсэсовцев с огромными собаками, Гурджиев это вот так взял и ногой его ударил в зад и крикнул по-английски «реколекшн». «Реколекшн! Реколекшн! Реколекшн!» Вспомни, вспоминание. Это главный Гурджиевский йогический прием. Человек должен это мгновенное вспоминание личностью самого себя. Мы же живем вообще не вспоминая себя, да? Вот в данный момент вы себя вспоминаете, вот я, я, вот да, я тоже нет. Гурджиев считал, что это начало его дисциплины с учениками. Тут, тут на него, конечно, все с автоматами, а тот закричал диким голосом по-немецки. Учитель бросился к нему и стал его обнимать и целовать. Учитель, как я рад! Мы будем говорить, мы встретимся, мы будем говорить ночи, дни. Когда стало известно о провале заговора и о том, что Гитлер пережил покушение, Карл Генрих фон Штюльпнагель покончил с собой. Освобождение Парижа и завершение войны не принесло успокоения Гурджиеву. Окружавшие его ученики по-прежнему замечали странности в его манерах и поведении. Он что-то скрывал и что-то недоговаривал. По общему мнению, Гурджиев не все сказал ученикам. Конечно, был человек, который мог бы вырвать из Гурджиева тайны мира. Но отцу народов досталось слишком хлопотливое и огромное хозяйство. Деятельность Гурджиева не являлась секретом для Сталина. Идеологические сыщики доложили вождю о вышедшей в свет книге Гурджиева «Все и вся», где фигурирует в аллигарическом образе Лентрохамсанин, главный виновник разрушения наисвятейших трудов. Сталин прочел в этой книге, что душа Лентрохамсанина ныне находится на планете Вечное Возмездие, где главной пыткой является страдание от угрозений совести, которое протекает с полным сознанием, что оно никогда не прекратится. Сталин быстро расшифровал первую часть слова «Лентрохамсанин». Ленин, Троцкий, но кто хамсанин? Хозяин Кремля поспешно снял трубку с телефонного аппарата. Найти из-под земли Георгия Гурджиева. Полетели невидимые сигналы и распоряжения. В кабинете Сталина раздался телефонный звонок. И знакомый голос заискивающе доложил. «Успокойся, Коба. Гурджиев умер в прошлом году во Франции в американском госпитале «Ней». «Он что-нибудь сказал перед смертью?» – угрюмо спросил Сталин. «Да. Я оставляю вас в затруднительном положении». Возможно, летом 1948 года по пути из Парижа в Фонтенбло Гурджиева ожидала одна из тех встреч с замечательными людьми, которых в его жизни было много. Однако не всегда эти замечательные люди являлись безобидными искателями истины или истина, которую они искали, имела криминальный финал. Когда после возвращения из Америки Гурджиев на большой скорости врезался в дерево по дороге фонтенбло из Парижа, значит, если это произошло с Гурджиевым, он не является хозяином случая, он не мастер, с ним случаются неожиданности, и значит, он не является великим учителем, ученым, наставником и просветленным человеком. «Да он же был известный лихач, за которым полиция давно уже нас завела. Он был дикий лихач. Это никакие не обстоятельства, это его безумие автомобильное. Он, понимаете, он был человек удовольствий. Назвать его нормальным человеком я не могу. Это я нормальный человек. А он был человек абсолютно экстраординарный». После загадочной аварии Георгий Иванович выздоровел и вновь приступил к урокам танцев. 14 октября 1949 года упал на занятия. Находясь на смертном адре, он убеждал своих учеников, будто никогда не покинет их. Они хотели верить в бессмертие мага, но физическая плоть подчинилась закону времени. 29 октября 1949 года Георгий Иванович их все же покинул. Гурджиев скончался в американском госпитале в городке Нейи под Парижем. Со смертью Георгия Гурджиева связана тайна, которую мы разгадать не сможем никогда. Георгий Иванович Возможно, в нее был посвящен только скульптор Меркуров, вероятно, мечтавший о посмертной маске двоюродного брата. Так кем же был Георгий Гурджиев? Избранным, входящим в эзотерический круг тайных владык мира, учителем танцев, гипнотизером, гуру или изобретателем технологии переделки человека, которая в руках деспотов и тиранов явилась инструментом управления сознанием масс. Возможно, только сам Гурджиев понимал свою истинную цель и результат собственной работы. Для нас, Гурджиев, останется тайной, которую мы не сможем разгадать никогда. Учеба Гурджиева, она может быть полезна в этом современном мире, потому что Гурджиев, как посредник, бы мог взять позицию буфера между исламским и христианским миром, которые на данный час не могут друг друга понять. Это мост. Гурджиев – это мост. Настоящего человека. Ничего не формирует, он формирует обстоятельства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова